Вы меня возвращаете обратно и еще... Из-за инвалидов ветеранов, вы еще два дайбезда, где ищете? Начинаем. Мерджи держа интимедария, да, его оказывается, ну, вот, с винфер, оказывается, ну, с кое-телефонный дембузунар. А мы заплатили 42 тысячи, последний день. Шищи такие плитки, плитки фокуты, омус, трякаться шире руфели. О, красавчик, и убежал. Не у вас не дается, что я карький фейсбук, да, вредикация, рейтинг, ну, птец, да? Вот, наклеишь здесь-ка? Давай поближе. Я не стану скрывать, я реально остановился только из-за того, что увидел Михаил Кемпо в машине. Всем привет, друзья. Вы говорили, что мы проводим рейды только на Ботанике. Сегодня мы выбрались на Буйканы, улица Алба-Юлия, рынок Дельфин. Сейчас мы находимся на остановке. За остановкой, как правило, вот где я стою, обычно припаркованы несколько автомобилей. И люди, когда выходят с троллейбуса, они выходят вот прямо в припаркованные автомобили. Это очень сложно. Вот, смотрите, видите, такая ситуация происходит постоянно. Поэтому мы сегодня здесь, попробуем разобраться. Ты посмотри на них, как они друг за дружкой, а, неужели не понимают? Здравствуйте. Вы понимаете, что здесь остановка? Здесь паркат, пидор. 15 метров нельзя парковаться. Берите, пожалуйста, сейчас приедет полиция, вас эвакуирует. Это паркат из парката. Буйканские водители неизговорчивые. Надо наклеечку. Иди наклей, Саша. Еще раз. Здесь остановка, здесь парковать нельзя. Здесь шерпко стать надо. Подпрыгни, я в тебя верю. Маленькое обращение к, наверное, дирекции транспорта, даже не знаю, или Реджио транспорт электрик. В общем, к муниципальной власти небольшое обращение. Здесь нету знака остановки. Понятно, что это остановка, есть расписание, но нету знака. Судя по всему, он был на этом кронштейне, его сбили. В общем, пока мы здесь стоим, в принципе, уже обрисовалась та проблема, и я сейчас о ней расскажу. Первое, это то, что машины заезжают прямо на остановку, за остановку. Тут категорически не хватает знаков. Не хватает знаков остановка общественного транспорта, не хватает знаков, что это парковка, чтобы можно было людей посылать на парковку. И здесь всего лишь не хватает пару столбиков, конусов, полусфер, чтобы решить этот вопрос. Надо дополнить. Смотрите, бордюр, он весь побитый, поэтому люди сразу заезжают сюда. О, смотрите, уехала машина, и сразу людям есть, куда выходить. Вы должны знать, что знак запрета парковки не запрещает вам для разгрузки остановиться вдоль дороги, чтобы знали на будущее. Наверное, у нас не все водители знают и понимают, что разгрузка через тротуар запрещена, но если он остановится под знак на время, которое ему нужно под разгрузку, то ему за это ничего не будет. Запомните этот момент. Под знак вы можете встать для того, чтобы разгрузиться, на тротуар вы не можете заехать. Друзья, к нам сегодня присоединился наш патреон. Макс, давайте знакомиться. Расскажи, Макс, что тебя мотивирует поддерживать общественное движение СтопХам в Молдове? Вопрос риторический, за равноправие, чтобы было все правильно и сделано, чтобы все уважали друг друга. В первую очередь, это уважение друг к другу, потому что вы учите водителей уважать пешеходов. Дальше по цепной реакции должно идти вверх все. Да. Спасибо большое за твой комментарий и за поддержку. Сейчас я вас прошу. Добрый день. А вот скажите честно, вы не понимаете, что здесь остановка общественного транспорта? Ну, просто, вот как водитель, я вас спрашиваю. А ну, подожди, подожди, подожди. Так, там ребята показывают, что нельзя. Девушка, простите, вы реально не понимаете, что здесь остановка общественного транспорта? Через дорогу, вот смотрите, я вижу отсюда место. Ну, остановись уже и разгони. Чего ты им просто предупреждаешь? Салут. Салут. Так, друзья, полчаса прошло. Мы освободили остановку и заостановка. Теперь главное удержать эту территорию. Удержать, потому что на нее посягают очень серьезно. Тут даже поставили некоторые ограничения, замечания. Здравствуйте. Я вам просто коротко расскажу. Здесь остановка общественного транспорта и останавливается троллейбус. Они, в принципе, и так все понимают. Я даже сейчас наглядно покажу, этот троллейбус остановится. И смотрите, куда люди выходят, когда припаркованы машины. Вот. То, про что мы и говорили. Это не люди вынуждены вытирать машину. А если они с коляской, то это очень сложно. Спасибо. Спасибо, что вы ездили. Держите вам подарок, наклейте под лобовое стекло. Да, я знаю, я смотрю. Вот. Спасибо, ребята. Кто-то, наверное, считает, что одна машина ничего не мешает, не решает. Видите, даже в этом случае. Одна машина очень даже сильно решает. Когда ты выходишь с троллейбуса и упираешься в другую машину, это неприятно. Друзья, к нам на рейд подошел Михай. И как зовут? Ваня. Чтобы рассказать об определенной проблеме, которую мы сталкиваемся уже много раз. В двух словах. Какой здесь адрес? 5.6 Смотрите, друзья. Допусту, двора себе отстегнули, сколько здесь? 6 машин. Господар! Господар! Так, идем дальше. 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 Все, кто считает, что у вас есть плитка, я считаю, что это ланц, ланц, а в свежей мультимой партии. Практик, все, что у вас есть лака. Но мне интересно сейчас паркет по месту. Ланц, лака, блокиратор. Дальше, Михаил, расскажи. Я хочу сказать, как появились эти экстенции. Я пытаюсь паркетить между ними двумя, но после этого у нас большие проблемы, потому что люди очень инженеры, и, вместо того, чтобы их уходить, я установил все-таки шабари. Практически не паркет. Я повесеешь, что вы сказали на премарию? Да, на премарию. Я принял ответ, что все эти экстенции все эти экстенции. На 18 мая, Брэнзанюк, в районе 7-1, 5-1, и даже здесь 5-3. У них все эти экстенции, что все эти экстенции все эти экстенции и должны быть скосы. На 26 мая, работники на претуре мы имеем в виду, мы имеем в виду, как эти экстенции демонтируют лакты, да? Кариевы из-за участников они пытаются блокировать работники на претуре для того, чтобы они не смогут снять эти экстенции. Кариевы у них скосы, да? У них были в багажнике на машине, и кариевы из-за близки и у них были вверху. Не знаю, как это будет привлекать вверху. Но это это приоритетная приватная. И в целом, 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 я звонил 112, и я рассказал о том, что случилось, но, в целом, никакой акции на полиции не могут быть санкционированы которые они приходят повторно. Потому что, здесь, в целом, не разъяснили, но, в целом, в целом, я сейчас в первую очередь я лопаю на это, что я против себя не разъясни. Михаил, ты же разворот, или нет? Нет, но я думаю, что это немного . Всем привет, господин. Я вам задумаю на вашу вопрос. Александру, Вы живете здесь? Да. Как вы называете? Василий. Василий, вы знаете, что это не легально? Вы знаете это? Да, да. Господин Александр, давайте слушайте. Мы знаем, что это не легально. Но у нас нет, как вы говорите, что-то странное. Мы находимся в этой комнате, в 1986. Мы находимся в этой комнате. Эта комната и следующая комната. Они были построены на наши деньги. Да, да, да. Они были построены на наши деньги. Это, как сейчас будет, в период 1986. В 1985 мы получили деньги. Вы знаете, что это означает? У нас есть профессор, медик. Ко-суты патрузежды рубри. Это означает? Сыфачиму кооперативы. А че-ли-три кассы сут кооперативы. Де-чьи-ли суты и бани-нош-три конструицы. Кассовая часть. Примария. Догнали. Вот это, это все жители. Те другие три дома, точно такие, как наш. Это работали люди, им дали государство. А мы заплатили 42 тысячи. Последний день. А я не понимаю, о чем вы говорите. Вы знаете, кооперативный... Здравствуйте, дому Александру. А здесь кассы корпоративы. Кассы не стоят в Турции. Мы всегда осуществляем курсы. Мы всегда осуществляем курсы. А сейчас? Да, сейчас. Можно говорить? Здравствуйте. Можно комментарии от вас по поводу проблем здесь? Мы решили здесь сделать небольшой репортаж. Расскажите проблему вашими глазами. Вы здесь живете, да? У вас есть машина? Конечно. Так. Знаете ли вы о том, что государство в лице Притуры не позволяет совершать самозахват территории? А эти блокираторы классифицируются конкретно как самозахват? То есть вы, опять же, вы услышали только одну точку зрения, правильно? Нет. Я выслушал и Домну Лилию, и Домну Василия. И сейчас вот поговорю с... Правильно. Вы пытаетесь сейчас залезть в проблемы жильцов. Не то что залезть, а осветить. Осветить, да? Проблема жильцов. Да? Да. Вы никак это не решите. Вот посмотрите, место свободное, да? Место свободное. Человек не может встать. Видишь? Почему так должно быть? Это неправильно. Это неправильно. Это неправильно. Потому что в городе нет места. Супите полицию. Пусть они констатируют факты, приезжают, снимают. И снимают. Да. Это очень правильная логика. Но вот так вот оккупируют. Вот здесь тоже. Ну хотя это тротуар. Это тротуар. А вот здесь реально парковочное место. Человек приехал и вынужден уехать. Почему так происходит? Вот именно... Как вас зовут? Напомните мне. Светлана Петровна. Я. Меня зовут Саша. Я координирую общественное движение СтопХам. Мы пришли сюда сегодня для того, чтобы сделать небольшой сюжет о проблеме здесь у вас во дворе. Вы председатель кооператива. Расскажите мне, пожалуйста, историю вот этих блокираторов. Вы как к ним относитесь? Я к ним отношусь отрицательно. И я ребятам этим сказала. Когда они мне утверждали, что видишь ли мы здесь живем, это типа для нас. Я им сказала, нет, это не для вас. Это делалось для того, что приехала скорая, развернулась, что приехала, не дай Господь, пожарная, развернулась или работала. И всякое... Ну вот, в советское время были три машины у каждого дома. И все было тихо, понимаете? Сейчас у нас много машин. Поэтому они решили, что могут и там парковаться, и там парковаться, и там. И вот мы были оштрафованы... И они, вернее, пару раз за это. Ну, они снова ставят украшение. И получается, что... Да, говорилось. Можно мнение человека? Они сказали, что мы, в общем-то... Не человек? Вроде человек. О, красавчик. И убежал. Итак, друзья, возвращаемся на рейд. По данному сюжету хочу сказать, что мы с жильцами дома договорились сегодня вечером встретиться и обсудить данную проблему все вместе. Я, разумеется, позвоню в притуру и попрошу, чтобы на этой встрече присутствовал и представитель муниципальной власти. Обязательно будем держать вас в курсе. Сейчас едем на рейд. Рейд, кстати, уже на Флакаре. Юра переместился с ребятами на Флакару. Тоже давняя проблема. Едем сразу туда. Я здесь остановился на перекрестке Гибу и вспомнил. Подписчик писал о том, что на этой локации тоже проблема. Да, вот смотрите, стоят машины припаркованные. А это тротуар. Надо будет и здесь провести рейд. Это пересечение Алба-Юлия и Гибу. Друзья, посмотрите, какой здесь цивильный ремонтик сделали. Появился пандус, появилась лесенка, цивильный пешеходный переход. Наверняка это должно мотивировать людей больше не бегать по дорогам. Как вы думаете, решилась здесь эта проблема или нет? Друзья, как вы, наверное, уже поняли, мы переместились с дельфина на Флакару. Больше года мы здесь не были. Ну, как вы можете видеть, ВОЗ и ныне там. А, собственно говоря, не один ВОЗ, а очень много. Подожди, подожди, тут смотри, как со всех сторон движ начался. Они, наверное, отвыкли от нас, да? Здравствуйте. Ой, как что здесь происходит? Друзья, это тротуар, где дорога, понимаете? Ай-яй-яй-яй-яй. Сразу, чтобы не затягивать долго, я вызываю полицию и попрошу их вызвать эвакуатора. А в это время, пока приедет полиция-эвакуатор, наверняка найдутся хозяева этих автомобилей. И если они успеют убрать машины, окей, хорошо. Если не успеют, то дальше будут разбираться с полицией. Один, один, два. Я думаю, в течение пяти или десяти минут часть машин отсюда уедут, как только увидят полицейскую машину. Вот она и полиция, ты посмотри как-то. Друзья, на рейд приехала полиция? Нет, нет, выезд с Теодоровичем, выезд на Теодорович. Нет, здесь выезд. Нет, просто я не хочу спорить, но получил бы в лоб за это. Потому что так нельзя делать. Здесь все выезжают. Да, но здесь нельзя, мы поэтому сюда пришли, чтобы им планировать. Подожди, Макс. Нет. Вы понимаете, что здесь люди ходят? Так ходят, но выезжают. Юра, давай покажем человеку, что это тротуар. Встань, пожалуйста. Это тротуар. Это тротуар. Всё. Я не уйду с дороги. Я не уйду с дороги. Я хочу выехать, вы меня вернули обратно. А почему вы заехали на тротуар? Вышел отсюда? Не давите, не давите. Нет, не надо так. Я на тротуаре стою. Я на тротуаре стою. Всё, идёт. Ты что, не понимаешь? Человеческие зыбы. Вы меня возвращайте обратно. Тихо, тихо, тихо. Тихо, тихо, тихо. Тихо, полиция. Вы меня вернули обратно? Объясни, пожалуйста. Так я развернулся и еду. Нет, он едет. Нет, так вы не кричите. Человек не понимает. Я бы даже наставил, чтобы он получил протокол. Я ехал по дороге. Это не дорога. Вы по тротуару едете. Задняя передача едет. Нет, дорогой. Я задним ходом не могу ехать. Заберите права у него, если он задним ходом не умеет ездить. Человек спорьте, сейчас получит штраф. Дедушка получает протокол и все равно спорит и спорит. Дедушка, ну вы уже в таком возрасте. Вы должны меня учить правилам, а не я вас. Ну неужели... Вы провокаторы. Смотрите, как мне объяснить моему ребенку, что здесь нельзя ходить? Значит, где это написано? В вас в правилах написано, что въезд на тротуар запрещен. Вот что там написано. Значит, пускай не будет дорога. А здесь нет дороги, здесь тротуар. Вы посмотрите. Вот дорога, вот тротуар. Здесь всю жизнь выезжали и заезжали машины. Это вы так думаете? Это не мы придумали, это кадастр. Вы так думаете? Мы кадастр смотрели. Понимаете? Вы провокаторы. Ну начинается. Я вам пытаюсь объяснить, а вы меня не слушаете. И за провокацию, за провокацию тоже отвечаете. А почему я провокатора, а вы штраф получили? Вы нарушаете правила, а не я. Нет, они, что составили протокол, это незаконно. Это незаконный протокол. Вот видите, вы даже протокол получили и все равно не понимаете. Нет, я его не получил. Вот смотрите, здесь ходят люди, дети, мама с колясками. Значит, я, я... Вы потенциальный убийца на машине на тротуаре. Значит, я по дороге, когда человек переходит дорогу не установлен, у меня себя тоже потенциальный. По дороге. Да, это он вас может подставить, потому что вы сядете, здесь и собьете. А здесь? Вы провокаторы на сегодняшний день. Ну а о чем мы с вами? Вы провокаторы. Ну и столько вам лет, и вы все равно не понимаете. Очень жаль. Дедушка вообще ничего не понял. Вы не имеете права запрещать ему снимать. Почему? Он в публичном месте. Смотрите. Это мое понимание. Как только вы выждете. Он меня не может, я не публичный человек. Да, он не надо быть публичным. Как только вы выходите из дома, вы попадаете в публичное место. Нет. Вы заходите в магазин, там 10 тысяч... Без моего ведомого. Да, вот когда в магазин зайдете, любой в магазин зайдет. А я стою на улице. Там 10 тысяч камер, здесь то же самое. Нет. В магазине вы тоже запрещаете кому-то снимать? Нет. В аптеку заходите там тоже. Вы кутайте, ребята. Вы не за то дело взялись. Ну, сдавай строишь, ажи? Да. Как раз хотим, чтобы уехал. А это инвалиды, ветераны. Вы еще два дай и бездям дай ищите. Начинается. Мы хотим, чтобы он уехал уже. У нас теперь не задали? Не знаю, вот есть у него выезды. Дети, осторожно. Аллилуйя. Девушка, скажите свое мнение по поводу машин, которые здесь ездят. Какое мое мнение? Было бы лучше, конечно, чтобы не ехали. Потому что они мешают вот, когда мы езжаем с коляской. Это вообще ненормально, я думаю. Спасибо за ваш комментарий. Осторожно, не торопись, не торопись. А то он сейчас еще сделает пару глупостей. Два метра наш двор. Я вам писала. Здравствуйте. Привет. Но они все равно оставляют. А что там? Вот во дворе. Прямо на кумбу. Один и тот же ставят. Прямо герой. Чуть-чуть спустились в один двор. И тут видите, какой один водитель. Это вы на машине? На этой машине вы? Ну, хочу, чтобы вы штраф получили. Вот жду полицию. Не паркуйте здесь больше. Договорились? Вы же меня понимаете прекрасно. Вы же меня прекрасно понимаете. Я сейчас встану здесь на тротуаре. Вы отсюда не уедете без штрафа. Если вы такую принципиальную позицию включили. Я сейчас позову ребят, которые говорят на молдавском. Подождете? Нет, все это за собой. При этом положouv cheesy. Ну, человек говорит, что он не понимает меня на русском. Я сейчас поменяю. У нас с вами был этот смартфон. Да, дом畔. У вас встанет. Есть интересы с руками. И а зона часто засанOURна какую-то другую? У него есть интересы. У него есть интересы. У него? У меня нет. А я по 먹어�쉽у. Какはいи это? А есть он в русских лиц. А я был costumes? У него будет, дом畔. Что случилось? Что случилось? Небольшой конфликт с водителем, припаркованным на газоне. Так, я понял. Значит, кряк 66 с водителем, да? Хорошо, ждите полицию. Спасибо, ждем. Каждый раз, когда кто-то становится на газоне, вызывайте полицию. Они вызывают эвакуатор. Любая машина, ваша, не ваша. Ну, как не мешают? Давайте спросим маму с коляской. Маму с коляской. Мама с коляской. Мама с коляской. Мама с коляской обожает. У нас, где моется лезть из труса, вы видите. Ну, ну, ну. У вас, в первую очередь, есть знание правила дорожного движения. Там написано, что газоны, запрещается въезд. Во дворе вы можете встать так, чтобы не мешать проезду скорой помощи. Вот прямо вот сюда встали и все. Это не приятено. Она нас встречала случайно на улице. Едем, может, не купить машину. Попробуй не купить машину. Да, я сказал, Ваня Чебан. Вот этот человек просит, конкретно ему здесь, организуйте место для парковки. Конкретно под его машинку. Я смотрю, вы уже сами здесь себе устроили. Не займите машину встать. Не. Какая вопрос? Вопросы у вас. Вопросы у меня? Вопросы у вас, как вы не снимаете? Я сниму машину в блоке ДАД. Как вы назваете? Антонела, мне скажу. Мы ждем полиции. Я хочу спросить, кто вы, кто вы, кто вы. Александр Чорак, Юрий. Немного не произошло. Но почему мы стоим здесь? На машине? На машине? Что вы можете спросить? Мы говорим с человеком. Я не говорим с человеком. Но вы можете говорить русски? Нет. Вы слышите на Facebook, да? Вы говорите на рейтинге, но не можете? Да? Давай, ближе. Да, да. Кем они приходятся друг к другу? Это папа. Девушки. То есть папа, да. У нее парень, муж, неважно. На заднем ходе заезжает. И как бы чуть-чуть скорость во дворах, естественно, надо умешать. Он как ездил задним ходом быстро, конфликт был. Но, конечно, на камере мы это не снимаем, потому что мы были в шоке, орали. Купилу спрямлен парк. Конферите локур для дистракции. Ну, фаца машиня есть. И то там все машины. Антонела, да? Коррект. Купилу спрямлен парк. Купилу спрямлен парк. Купилу спрямлен парк. О, где мы на. Жмите, не пасутов. Елся от главного град. Елся от главного град. Елся от главного град. Я коррект. У кого есть ситуация. Это то, что сейчас я облегчу. У меня в принципе, кто снялся машина, но если бы я со мной не читал, вот это то. У меня нахуй, а если бы кто-то снялся или не что? Блин, я в шоке насколько можно быть вредным. Хочу сказать, что такие ситуации во многих дворах Кишинева, когда кто-то очень умный... Вот, смотрите, что происходит. Когда кто-то очень умный считает, что ему можно больше, чем кому-либо другому Уважаемые подписчики, убедительная просьба Напишите в комментариях, что вы думаете по ситуации в данном дворе Ваше мнение очень важно, потому что такие люди живут в своем мирке И им очень сложно шагнуть наружу для того, чтобы посмотреть на себя со стороны Поэтому обязательно напишите ваше мнение Без жесткого хейта и аргументированно Давайте поможем Вячеславу и Антонеле разобраться Договориться с Вячеславом и Антонелой у нас не получилось Поэтому мы вызвали полицию А пока полиция едет, возвращаемся на рейд А ну ребята, кто-нибудь вкратце расскажите, что здесь было, пока нас не было Снизу выезжал автомобиль, не помню какой модели точно И ему объяснили, что здесь парковаться нельзя И он наехал прямо на меня, мне в колени Один раз, потом сдал назад И второй раз наехал прямо мне в колени И тут уже начался конфликт с ним, с инспектором Что я ему прыгнул на машину, что я ему перекрыл дорогу Потому что я не имею права перекрывать ему дорогу на тротуаре А вы снимали, Серега? Конечно Отлично Так, друзья, опять наш рейд затянулся практически на 4 часа Мы захватили 2 локации И даже чуть-чуть захватили 2 проблемы, связанные со дворами Ставьте комментарии, пишите лайки И в общем, всем ребятам, которые присоединились к нам сегодня на рейд Из Италии, из Лондона Всем большое спасибо Увидимся в следующих выпусках А Саша хочет сказать про... Патреон Про Патреон Прежде чем рассказать о партнерстве Хочу сказать, что пока мы монтировали этот выпуск Решились проблемы во дворе на Деляну 5.1 И здесь на Крянге 66 Обо всем по порядку Деляну 5.1 В двух словах В тот день, когда мы снимали здесь сюжет Я позвонил буквально сразу же после того, как отошел Сразу же после того, как ушел с этого двора Позвонил претеру Буикан Вадиму Брынзанюку И рассказал о проблеме Попросил комментарий по данной проблеме Он сказал, что проблему знают И буквально на днях представители претуры Обязательно придут на место И займутся решением данной проблемы Буквально через несколько дней мне позвонил Михай И сказал, что действительно были работники претуры И дали неделю жителям этого дома Дали неделю на то, чтобы они демонтировали свои блокираторы Михай, расскажи ты в двух словах Да, действительно, после того, как я опричал Плажение Я было разрыв, вычисли за скалой И Алекс из-за СтопХам И не항ит был над своим пареньем Купий парень Он вырос на нашу пункты Петера Онtin на нашу пункта И это была очаровка И снова, что вы сделали Болокатары И такие лака Эти-рывы Иê-ры Иные Эти-ры Ча-эти Эти-ры Аль-эти Пограмм Пан-эти 5.1 в августе фии демонтати беневол дать ели сан демонтати беневол отучи немного прими ничего аминда ажа шоу факу тателла теле а фост демонтати давай посмотрим сразу да вот здесь если помните была цепь одна здесь тоже поснимали все да вот смотрите свободно нету блокиратор ам да действительно ребята смотрите нет ни одного хорошо круто что люди пошли сделали шаг назад и все таки демонтировали эти элементатор жму руку и все я убежал на кранг всего доброго я думаю стоит поблагодарить притуру в лице вадима бронзанюка я рад что все разрешилось сейчас едем на кранга 66 небольшой отчет с того двора кранга 66 мы тогда не дождались полицию потому что застряли на рейде но наташа позвонила и сказала что полиция приехала пообщалась с вячеславом и он перестал парковать после вашего приезда и приезда полиции перестали парковаться уже во дворе не паркуется спустя четыре года человек четыре года парковался перестал да даже видно его машина стоит идем поснимаем да друзья действительно вячеслав перестал парковать на запрещенном месте этот заезд надо будет разобрать вот нормально стоит машина и в тени машиной вам надо будет разобрать эту штуку чтобы она не мотивировала чтобы не мотивировать людей заезжать туда хотел есть у меня монтировка в багажнике сейчас попробуем это сделать потому что сами они ее не разберут пакеты для мусора и перчатки сейчас возьму в машине монтировку и вперед монтировочку помните монтировочка есть пакеты есть перчатки есть группа поддержки есть здорово пацаны макс здорово нет если бы ты сказал заранее я бы привез не знаю сколько дома и отбойники как же приятно смотреть когда все вот все работу а ты сидишь и просто снимаешь вот посмотрите что саша принес собой муниципальные работники проводят работы я попросил на 10 минут вот эта тема победа как мы сюда мы сюда все складываем мы сюда все складываем на случай если вячеслав предъявит нам за то что мы забрали его материал мы ничего не забираем и здесь складываем если до вечера он не заберет то уже муж наташа уберет это на мусор мы потихонечку убираем я не ожидал что так тяжело будет демонтировать этот съезд но мы все-таки добили не оставить не остановились на полпути добили это и одну проблему решили отчасти руки дрожат спасибо все я пойду отнесу быстро кирку вот у этих людей я попросил кирку и они мне дали вот так вот друзья главное не ставить себе палки в колеса у нас не получалось разобрать тот тот съезд моя монтировка я подошел к этим мужикам они мне дали кирку мы быстро киркой за 10 минут все сделали еще раз главное не ставить себе палки в колеса все остальное по силам здесь по идее должен был быть финал но нет друзья это еще не финал вчера совершенно случайно я познакомился с михаем гимпу бывшим президентом республики молдова интересный диалог получился он припарковался на тротуаре и у нас получился интересный диалог поэтому я решил этот сюжет вставить в этот выпуск внимание бунадзио дону гимпу маномецк александру чола стац петротуар диаста маунт ну и паркаре дону гимпу и тротуар сау паркат у амени ищи не калкин но нау паркария есть и не шеста я ускор тот тимпу я вина магазина ищи на меня паркаре за машин есть у грешала дом михай я возник нет ротуаре и у нас вреасы кем полиция ам вазут код унивастра сша битва са битва да я ка и спать паркат а еще не спать паркат уйтац а в семисферах. Как вам назвал, блокаж или часть. Эли стояли перманентно. Вот здесь, это одно. А вы стояли блокажа, и идите по науке. И смотрят в машину? Да. 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 И идите на полу, и в партии. Когда ты обсерва, что я стоял в машине, когда вы приходите в магазин, я поставил машину в партии, я сам предвидел. Браво, дом Михаил! Я у вас святую, я у вас святую. Я когда на Интела, Митсубиси или что-то, есть его... и вы простили ты пусты и капитан он миссар вам здесь дамят реплика да ты аплодируй бил действительно поняла я фыра агрессия не фары ними вам вазу пидом у астр и осталось я остался машина так меня я треш и я или бред в дам но я то е пи и то я пиетон. Ну астры мы инкуркац. Ну я убрал пиечка, пиетон, я убрал пиечка, я убрал пиечка, я убрал пиечка. Таманка у меня цивилизатый аша, у меня не цивилизатый дом Михаил, хай ворог, ну. Да вапунец около митсубиси лечела, шгата, диалунгу, яка бмв у митсубиси жду под инсу, есть лот. Да, Михаил, да у меня среди чё выразить. Да, я-то ее пито, Мия, Мия, я убрал смерть, яка наеду, но спать ядру, да, все это тротуар, уйте. Да здесь тротуар, уйте, что это тротуар, что это то, что ты, что ты убрал. Дом Михаил, да, я умерзжаю, я умерзжаю... Мирзах вы, я увидел вам, я хотел сделать кучу, кучу, мы поговорим. Но у меня как ты делаешь, все люди оставляют, как в фирме. Нормально. Дайте спросить, вы работаете здесь? У вас есть паркарь здесь? Нет. Мы здесь делали акции, нет паркарь здесь. Мы будем работать дальше, да, мы будем дальше. Вы бы хотели, чтобы... Вы уехали? Ласа-м, я саду полицейский. Ухажите, мы делаем. У нас в Модобине санинами, где-то не уехали. Мы делаем так, как мы делаем. Вы слышите? Потому что мы занимаемся с каждым полицейским, Играет музыка, музыка, писатель. Я предлагаю вам не переходить в эту политику, потому что у вас есть вопросы, что вы говорите? Вы приходите на мою работу. Это моя работа. Давай, давайте скажем так. Эти эрои, я иду в мою политику. Хорошо, хорошо. Вы объяснили. Для чего? Господин Гемпу, вы так сформировали себя? Кто-то вошел в 1888? Кто-то вошел в течение всей этой демократии? Блин, не хочет уезжать в Дону Гемпу. В общем, друзья, Дону Михаил отказался отъезжать принципиально. Я тогда тоже иду на принцип, становлюсь здесь с этой стороны и не буду отходить, пока не приедет полиция и не объяснит ему, что здесь тротуар и здесь нельзя парковать. Я не стану скрывать, я реально остановился только из-за того, что увидел Михаил Гемпу в машине. Здесь все припаркованы нерегламентированно. Вон ездят, еще и на скорость. Что меня поражает, когда заканчиваются аргументы, начинаются. Амадус, демократия! Блин, вот так всех и разводят, что привезли демократию, а ездят по тротуарам, паркуются. Да-да, сигнал. Я не отойду. Смотрите, какая парадоксальная ситуация. Я бы мог, конечно, заблокировать проезд по тротуару, но не стал этого делать. Не знаю почему, не хотел нагнетать. Все, уехал. А вы, уважаемые подписчики, уже делайте сами выводы, какие юристы руководили нашей страной. Михаил Гемпу не может отличить даже тротуар от парковки. Все, друзья, теперь финал. В финале по традиции хочу поблагодарить наших партнеров. Друзья, только благодаря вашей поддержке мы можем себе позволить заниматься общественной деятельностью и бегать по городу с монтировками, ломами и кирками разными. Друзья, еще раз спасибо. Помните о том, что ваша поддержка помогает конкретным людям, а также способствует развитию гражданского общества. Тех, кто не понимает, о каком партнерстве идет речь, приглашаю стать частью общественного движения СтопХам Молдова, пройдя по ссылке из описания на сайт Patreon. Патреон, эта платформа заточена конкретно под поддержку любимых проектов. Все, друзья, всем всего доброго и до встречи в следующих выпусках. Пока!